Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Ну что ж, дорогие друзья, наш эфир продолжает наше неполиткорректное шоу, автор которого является, или автором которого является наш Сергей Зацепин. Ну, а ведущий этого шоу я, Анатолий Червец. Участники в этом шоу, конечно же, все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Мы сможем с вами пообщаться немножко. Ну, а если нас увидеть и услышать, вы это можете сделать без проблем, выйдя на наш веб-страничку RadioNVC.com, на нашем канале YouTube RadioNVC, ну и, конечно же, на Facebook RadioNVC. Дорогие друзья, давайте общаться. Ну, а пока, немножко так, короткой строкой, хотел бы начать нашу программу с того, что, ну, во-первых, напомнить вам о том, что у нас сегодня происходит, это для тех, которые живут в Чикаго, происходят выборы на пост мэра города Чикаго. Сегодня где-то к 7 часам вечера, может быть, немножко чуть-чуть позже. В зависимости от того, как разложатся голоса, мы узнаем все-таки, кто же будет нашим мэром. Будет ли это Лори Лайтфуд или Тони Крэнквенкл. У меня, так или иначе, нет никакого предпочтения, потому как, в принципе, это ничего не изменит для нашего города. Я достаточно давно живу в Чикаго, именно, ну, в районе Чикаго, в самом городе жил, для того, чтобы знать, что, в принципе, смена составов, это как раз тот закон, где от перемен и мест слагаемых сумма не меняется. Все равно наш город был, есть и будет все-таки городом партии демократов, городом коррупции, городом поднятия налогов, ну, и так далее. В общем, я, честно, для меня лично, я не вижу никакой разницы, будет ли это Прэнкл или Лайтфуд. Единственная разница только в том, что все-таки единственное, что меня более-менее обнадеживает, это то, что все-таки все те, которые бывшие кандидаты на постмэра, все-таки в основном отдали все свои предпочтения Лоре Лайтфуд, Ну, посмотрим, чем это закончится. У нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Анатолий, скажите, пожалуйста, а вот почему ушел Эдди Джонсон? Что-то это связано со Смолотом? Нет, 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 нет. Эдди Джонсон, он, в принципе, он собирался уходить по-любому. Спасибо большое за ваш звонок. Он собирался уходить по-любому. Он уже об этом объявил нынешнему вот сейчас, пока что, на теперешний момент, мэру Раму Эммануэлю. Он уже объявил о том, что он будет уходить. Он хотел баллотироваться на пост мэра. Ну, я вам скажу такую вещь. Я, то есть, Эдди Джонсон, он, наверное, хороший полицейский. У него, в принципе, неплохая репутация. Он пытался сделать, как говорится, ну, хоть что-то для нашего города. Но у нас в городе слишком много проблем. Я вам скажу больше. Человек, который придет сюда на пост начальника Чикагской полиции, я ему, честно, в долю не иду, потому что, кроме того, что ему нужно будет бороться с многочисленными бандами, бандформированиями в городе Чикаго и с огромной преступностью, ему придется также бороться с сумасшедшей коррупцией в самом городе и в политическом, и в криминальном смысле этого понятия. И также, ну, вот мы видели на примере с Джесси Смолатом, мы увидели вот это страшное противостояние полиции и прокурорского офиса, офиса прокурора города Чикаго и штата Иллиной. Вот, поэтому, ну, вот, то, что касается выборов, мы сегодня узнаем, кто это будет. И потом человек, новый мэр сможет выбрать себе или назначить начальника полиции. Ну, и очень много. Кстати, сегодня не только выборы в мэры, а сегодня также выборы в Олдермены, в городе Чикаго, в некоторые округа. Поэтому, ну, в общем, мы посмотрим. Мы, я обязательно за этим прослежу, и либо завтра в Сереже мы об этом это обсудим, может быть, в четверг, в следующем неполитно-корректном шоу, мы обязательно обсудим ситуацию с тем, кто же все-таки выиграл и кто будет, кто займет пост начальника полиции. Ну, а вот этот вопрос, наши радиослушатели, спасибо вам огромное. Подвел меня к следующему, к следующей истории, опять же так, более-менее короткой строкой. Это к тому, что сегодня в городе Чикаго произошли две огромные, будем говорить так, забастовки, вернее, одна забастовка, один просто митинг. Сегодня профсоюз полицейских организовал такую, ну, это даже не забастовка, потому что они, в принципе, не уходили с работы на сегодня, но они организовали огромный митинг в Даунтауне против решения прокурора Кимберли Факс о том, чтобы полностью освободить Джесси Смолетт от всех притязаний. Полиции это ужасно не понравилось. А почему, я вам объясню. Тут дело даже не так в Джесси Смолетт. Опять же, в Чикаго страшнейшая коррупция, именно там, то, что там, где касается работы полиции и работы прокурорских органов. То есть, мы все прекрасно знаем, что, ну, полиция занимается расследованием, поимкой преступников, и потом это все передается в офис прокурора, и прокурор является, как бы, защитником от имени штата или города, в зависимости от того, кто, кто, что совершил. И вот тут получается такая ситуация. Очень часто, точно так же, как в деле со Смолеттом, в Чикаго происходит такая ситуация, где полиция с ног сбивается, ищет преступника какого-то определенного преступления, находит этого преступника, собирает против этого преступника улики, потом все это дело предоставляет прокурору нашего штата, и этот прокурор несет это дело, передает это дело в суд, и является в суде обвинителем, ну, и преступник является защитником, ну, да, защищающимся. И что получается, очень часто, к сожалению, прокурор штата или офис прокурора штата по одной или другой причине проигрывает это дело, причем они его проигрывают не потому, что они не имели достаточно улик, а вот, ну, вот так они, они принимают решение о том, кому, сколько просить срок, как этот срок, по каким статьям, и так далее. И очень часто получается так, что прокуроры спускают это дело на тормозах. И, конечно же, полицию это очень расстраивает, у них опускаются руки. Опять же, ни в коем случае не подумайте о том, что я сочувствую полиции. Я не сочувствую чикагской полиции по одной простой причине, потому что верей, не так скажем. Я им сочувствую, но не потому, что они хорошо или плохо работают, а потому, что в Чикаго ужасная нехватка полицейских, ужасная нехватка следователей, или как называют здесь детектив или детективы, и получается, что ну просто не хватает рабочей силы для того, чтобы ловить всех тех преступников, которые здесь совершают преступление. Но даже тех, которых они ловят, очень часто случается так, что прокурорский офис принимает решение так или иначе, вот как в отношении Смолета, вдруг почему-то бросить судебный процесс, и не то, что они его признали невиновным, они его просто бросили судебный процесс, как говорится, в самом его начале. Хотя, хотя Грэн-джюри, большое жюри из 23 человек представило 16 обвинений против этого Смолета, и вдруг вот такое вот решение. Ну, об этом мы говорили на прошлой неделе довольно часто. Так вот, сегодня профсоюз полицейских в даунтауне созвал огромный митинг, там ну, огромный в смысле по численности, может быть, он не звучит так убедительно, но тем не менее, то есть, где-то около полутора тысяч полицейских, пожарников все-таки собралось, там опять же была поддержка со стороны мирного населения, как говорится, вот, и, ну, они требовали трех вещей, из этих трех вещей, скорее всего, исполнится, скорее всего, два, значит, три вещи, которые требовали полиция, это, первое, отставки штатовского прокурора Кимберли Факс, вторая вещь, это ее расследование, именно расследование ее действий со стороны ФБР, то есть, федеральных служб, и третье, это, как сказать, открытие или вновь открытие дела по судопроизводству против Джесси Смолетт, вот, таких три вещи они требовали, ну, никто, в принципе, не лелеет никакой надежды о том, что Кимберли Факс сама уйдет с поста, она не для этого приняла такое политическое решение, то есть, скорее всего, ей сказали, будешь там сидеть до победного конца, ну, а если, не дай бог, что-нибудь, мы тебя прикроем, и без работы ты не останешься, это сделали те, которые все-таки заставили ее принять вот такое решение против, вернее, за, ну, в пользу Смоле, вот, поэтому вряд ли она уйдет с этого поста сама, тем не менее, расследование, наш генпрокурор Соединенных Штатов Уильям Барр уже сказал о том, что он абсолютно согласен с тем, что расследование должно быть, и, скорее всего, это расследование произойдет, вот, и, причем, это уже чувствуется даже в том, что сама Кимберли Факс сегодня уже начинает немножко пытаться выкрутиться из этой ситуации, то есть, она говорит о том, что, ну, во-первых, вот, факт того, что это дело было полностью убрано со всех компьютеров полиции и офиса прокурора, что, может быть, это было сделано по ошибке, хотя, вы же понимаете, никто в жизни никогда не посмеет пойти на такой шаг, если на то не будет воля стоит прокурора или нашего штатовского прокурора, ну, и плюс, она пытается уже начинать как-то искать какие-то пути к отходу, что, ну, вот, она считает, что она сделала все по совести, по чести, хотя, и ее самая, я думаю, самая ее большая ошибка, кроме того, что она сделала, это, она не должна была говорить такую фразу, что она бы это сделала для любого человека на месте, если бы кто-то оказался на месте Смолед, на что тут же ей возразили, ну, давайте будем говорить о том, что, конечно же, если бы не было звонка от представителя Мишел Обамы, и, если бы вы не чувствовали за собой поддержку таких высокопоставленных лиц, вы бы в жизни на это не пошли, то есть, вот вам уже первая ложь, которую она произнесла после этого кейса, вот, так что, полиция вышла на митинг, но, самое интересное, это, то, что, кроме того, что полиция вышла на митинг, наш, в кавычках, уважаемый, вернее, мной совсем неуважаемый Джесси Джексон, конечно же, не мог остаться в стороне и не всунуть свой нос в эту ситуацию, потому что, иначе, ну, о нем очень сейчас мало говорят, раньше о нем, конечно, говорили чуть ли не каждый день, в последнее время про него как-то стали забывать, так вот, он решил напомнить о себе и собрал митинг в поддержку вот этой Кимберли Факс. Скажу вам честно, я вообще не вижу, не понимаю, что можно говорить в ее поддержку, ну, только если это не политически мотивированный шаг. то есть, объяснения тому, что она сделала, нет, извинений в том, что она сделала, быть не может, поэтому, как можно выйти на защиту преступника, ну, опять же, давайте говорить так, конечно же, она не была признана преступницей пока, но, тем не менее, вот человек, который вот так поступает, как можно выступать в его поддержку и на каком основании, вот что можно сказать, кроме того, что придумал Джесси Джексон, а придумал он следующее, что Кимберли Факс подвергается российским нападкам со стороны полиции и со стороны окружающих ее людей, то есть, не только сограждан штата Иллиной, но и дальше выше по списку, там, Белый дом и так далее. То есть, вот это то, что придумал Джесси Джексон, что он выступает в поддержку Кимберли Факс, потому что по отношению к ней были произведены или проделаны российские нападки. Вот так это было обосновано. Ну, Богом у судья он, как говорится, референд или реверенд, сори, это вроде бы служитель Богу, но один он знает, как он этому Богу служит и что он вытворяет. Я имею в виду Джесси Джексон. Это вот то, что вкратце произошло или происходит у нас в городе, так что, дорогие друзья, жители города славного Чикаго, готовьтесь принимать нового мэра, готовьтесь принимать нового шефа полиции, ну, а там жизнь покажет, как это все будет выглядеть. Теперь, следующая очень-очень важная новость на сегодняшний день, это то, что волнует очень многих на сегодняшний день, очень многих, включая пожилых людей, включая молодых людей, включая людей среднего возраста, это, конечно же, что происходит с планами на здравоохранение, на законы здравоохранения в нашей стране. и хочу вам сказать, что я не то, что я доволен, но я могу честно сам себя похвалить, потому что те, которые меня внимательно слушали на прошлой неделе, один из наших постоянных радиослушателей, которого я называю Женечка, Женя, очень толковый человек и человек, интересующийся политикой и неплохо в ней разбирающийся, на прошлой неделе позвонил и сказал, что он со мной не согласен в том смысле, что вот здравоохранение и как это все будет, и вряд ли, то есть, что это будет вот тем камнем преткновения, который может поднавредить республиканцам во время выборов двадцатого года, на что я, Женечка, ответил такую вещь, что скорее всего, если бы я был Трампом, я бы не занимался на сегодняшний день вопросами именно по реформам здравоохранения, я бы сделал то, что делают обычно республиканцы, это их так называемый конек, но сейчас это делают демократы, что они делают, это, конечно же, быть в оппозиции, то есть, не надо заниматься реформами здравоохранения до, после выборов, почему, потому что ничего хорошего из этого не получится у республиканцев по крайней мере сейчас так это сто процентов, потому что Конгресс, как мы все знаем, не в их руках, Сенат, там тоже очень большие проблемы, потому что у нас, как оказалось, вот есть такая колонна псевдо-республиканцев, которые, несмотря на то, что они себя называют республиканцами, но почему-то голосуют они вместе с демократами и всячески где только и как только могут ставят палки в колеса Трампа, Never Trump включая Мит Рамни, Рэн Пол, Сюзен Калленс, Лиса Маркавский, Майк Ли, ну и так далее, так вот, я на прошлой неделе еще сказал, что Трампу нужно просто как говорится sit back и просто критиковать планы демократов, а планов у демократов нет, у них есть один план, это Medicare for all, это план, который, во-первых, никогда в жизни не сработает, это план, который никогда в жизни не будет принят, неважно, несмотря на то, что они все сегодня кричат, что это их, как сказать, messiah, то есть, это их спасение, именно в этом плане Medicare for all, и до тех пор, пока они об этом говорят, и пока они, как говорится, по-украински дурень, думка и богатие, Трамп, в принципе, находится в неплохой ситуации, почему, потому что с этими любителями Medicare for all, ему будет легче всего бороться, и поэтому, вот, на прошлой неделе я сказал Жене, что я считаю, что никакого не будет, то есть, нет смысла, не нужно ему сейчас заниматься вопросами здравоохранения, у него есть чем сейчас заняться, и самое страшное то, что он, то есть, республиканцы не смогли довести это дело до конца, когда у них был Конгресс в руках, и Конгресс, и Сенат, и поэтому, если этим заниматься сейчас, он тем более ничем хорошим не закончит, кроме того, что окажется у демократов вот такой инструмент в руках, где они будут говорить, ну вот видите, вот он только делает, что обещает, ничего он делать не может, ничего он делать не хочет и не будет, вот, поэтому, ну, прошу прощения, я не, поверьте мне, я не радуюсь, я не, мне это не доставляет удовольствия осознавать то, что пока что ничего не получается со здравоохранением, но, но в принципе, пока еще наша страна, я имею ввиду, не население нашей страны, а верхушка нашей страны, то есть, Сенат, Конгресс, так далее, они еще пока не готовы принимать какие-либо решения по-любому, ни в ту, ни в другую сторону, вот, поэтому, я считаю, да, и вот все это привело к тому, что сегодня Трамп объявил о том, что его попытки решить вопросы здравоохранения откладываются и переносятся на послевыборный период 2020 года, вот, если они выиграют, и они, у них окажется опять большинство, в Конгрессе и в Сенате, он тогда опять же сможет поднять этот вопрос, поднять эту тему, и будет надеяться на то, что, в принципе, если бы, опять же, не покойный Маккейн, мы бы уже сегодня не говорили об Обамаке, мы бы уже говорили о чем-то другом, но, к сожалению, так получилось, что, благодаря Маккейну провалилось вот это расторжение Обамаке, и нам приходится с этим мириться. Сейчас у нас перерыв, и мы вернемся обязательно через пару минут. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА